На встречу с народным депутатом пришли не только члены партии регионов, но и беспартийные жители Запорожья. У каждого была возможность задать депутату волнующий вопрос. Но в начале собрания Ярослав Сухой рассказал про общую ситуацию в стране. Говорил нардеп и о массовых сокращениях, и про инфляцию, и о стоимости газа. Нам в комбыте нужно 17, ну 18 миллиардов кубов газа, зависит от какая зима. Мы его добываем 20-22. Стоимость этого газа со всеми акцизами, с лицензиями, с накрутками, ну самое больше 70 долларов за тысячу кубов газа. А в связи с падением цены на нефть еще меньше, 62 доллара за тысячу кубов газа. Почему население стало платить в 6 раз больше, особенно там в селах, где печки стоят. Если представитель Верховной Рады обрисовал ситуацию в стране, то Виктор Великий, депутат Гурсовета, говорил о запорожских проблемах. Так, по его словам, в январе провал промышленного производства составил более 30%. В связи с этим, принимая бюджет, пришлось на треть сократить статьи расходов. При этом ни одна жизненно важная программа города не осталась без финансирования, подчеркнул Виктор Великий. Мы выделили те программы, которые никогда, ни в какой ситуации останавливать нельзя. Это попали жизненно важные программы по здравоохранению, ремонт жилого фонда, ремонт дорог, это реконструкция наиболее важных объектов по городу. Общение с пришедшими на встречу людьми проходило в неформальной обстановке. Желающие могли задавать вопросы прямо из зала и там же высказывать свое мнение. Говорили о ценах в городе, строительстве, инвестиционных проектах здравоохранения. Встреча шла больше двух часов. В конце собрания Ярослав Сухой вручил 10 партийных билетов новым членам партии регионов. Сегодня для нас задача объяснять людям, не дать им потерять веру в то, что мы все равно поправим, так быть дальше не может. Мы придем к власти нормальным, спокойным, конституционным путем, но сегодня мне лично нужна ваша поддержка.